Сентябрь 2016-го. Второй Восточный экономический форум. Впервые Владивосток посетил премьер-министр Японии Синдзе Абе. Тогда он предложил президенту России Владимиру Путину активно развивать отношения между двумя странами и даже обозначил первый предполагаемый пункт стратегии этой совместной работы. Президент России желает вернуть Владивостоку былую славу настоящего международного города. Эта мечта Владимира Путина является и моей мечтой. Господин президент, давайте сделаем Владивосток воротами, которые соединят Евразию и Тихий океан. От слов к делу. Спустя три месяца в декабре 2016-го в Токио подписывают договор по разработке мастер-плана Владивостокского городского округа. А уже сегодня в рамках крупного российско-японского диалога говорили о скорейшей реализации конкретных проектов и работой над ними. Надеюсь, что японские коллеги продуктивно работали в последние дни в Владивостоке. Сегодня мы услышим их мнение относительно будущих наших активностей. Владивосток сегодня не единственный город в России, где сотрудники японского института Намура разрабатывают пять основных направлений совершенствования городской инфраструктуры. В списке Воронеж, Волгоград, Новосибирск и Казань. Устранение дорожных пробок, строительство экологически чистого жилья, замена трубопроводов без вскрытия грунта. Об этих и других проектах рассказывали на примере конкретного плана, который уже разработали для Воронежа. И сегодня также для Владивостока нам хотелось бы определить все проблемы, нужды, которые есть у вас в городе. А после этого решить, какие области существуют для совместного сотрудничества. И в этих областях найти проекты и уже более подробно их обсудить. Так, заместитель главы Владивостока в своем докладе отметил основные направления, по которым администрация города уже ведет планомерную работу. В их числе ремонт и замена системы ливневой канализации, модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры города, а также улучшение качества дорожного полотна. Сегодня мы проводим работу по формированию этих программ по городу Владивосток. Мы рассчитываем на определенное финансирование. Мы планируем отработать качественно. В этом плане нам, может быть, и потребуется помощь, советы. Потому что необходимо будет, конечно, нам применять новые современные технологии. Внедрение новых технологий ждут от японских коллег и в Примводоканале, где давно требуется модернизация всей системы. Отдельное внимание уделили и вопросам экологии. Так, согласно японскому плану развития Владивостока, основной упор должен быть сделан на функциональном зонировании городской территории. Анна Бережная, Василий Косилов. Новости на Восьмом.